Все-таки хотелось бы, чтобы зрители наши максимально поняли, что же это такое социальное партнерство, социальный диалог, который прописан в таком трехстороннем сотрудничестве в законодательстве Украины. У нас здесь интересная интрига сейчас получается. Мы говорим о деньгах, мы говорим о коррупции, а теперь подходим к механизму управления и потом еще поговорим о накоплении этих денег. Кто платит в бюджет деньги и кто ими пользуется. Ну первое, управляет три стороны, фондом социального страхования управляет три стороны. Вы уже сказали о том, что это органы власти, представители работодателей. Третьей стороной вы сказали, это трудящиеся, правильно, но доверено профсоюзам. Конвенции Международной Организации Труда предусматривает, что трудящиеся представляют профсоюзы, как и Конституция в Украине, как и закон о социальном диалоге. Поэтому создана трехсторонняя рада социального диалога при президенте Украины. Секретариат при президенте создан и он финансируется за счет бюджета страны. И задача, в функции которого, я имею ввиду функции секретариата, входит вопросы, организовывать, собирать, помогать организоваться в работе трехсторонней радио-социального диалога. По 15 человек от каждой стороны. И это своего рода создалась такая кормушка, потому что функции наблюдения осуществляют государство и имеют больше силы и влияния. Это делается через Министерство социального диалога, это делается через Министерство социальной политики. Дальше Федерация работодателей, это некий Фирташ и его команда. И со стороны профсоюзов, там вот наши профсоюзы имеют всего один голос, то есть я имею ввиду независимые профсоюзы. Это старые профсоюзы, они там представляют 14 голосов в каждом из фондов социального страхования. То есть по 15 человек с каждой стороны, ваши профсоюзы, это один голос, да? Да, в одном фонде. И естественно решения принимаются большинством. То есть создана хорошая кормушка. Уоровать бюджетные деньги сложно, контроль серьезный и надо отчет составлять серьезный, хотя люди, многие понимают, что воруются деньги из бюджета, воруются миллиардами. А здесь вот никто не знает, как отчисляется отчисление, кто является плательщиком фонда социального страхования. Основным плательщиком является работодательская организация. То есть получается интересная ситуация, когда граждане Украины каждый месяц со своей заработной платой отчисляют деньги в бюджет и параллельно фонды социального страхования, временной утраты трудоспособности, в пенсионы и так далее. Вот эти все фонды, которые, получается, фактически они не государственные, ну по факту, то есть все равно там решают вот эти вот три стороны. Работодатель, профсоюзы и государство. Дмитрий, вот вы меня немного опередили. Дело в том, что есть специальные законы, которые регулируют деятельность фондов социального страхования, есть контролирующие органы в государстве, Минфин, казначейская служба и так далее. И я уже говорил, в первую очередь, Министерство социальной политики. И наполнителями фонда, в первую очередь, являются работодательские организации и также физические лица. То есть, независимо от того, хотим мы того или нет, есть закон, где с нас удерживают из зарплаты деньги три фонда социального страхования. И четвертый, это пенсионный фонд. Кроме того, что мы еще платим налог на зарплату, кто 17%, кто 15%, плюс еще отчисления в связи с войной в Украине, это отдельно сбор осуществляется. Если я вас правильно понял, то есть, получается, те деньги, которые платятся в бюджет, это надзор государства, жесткий контроль и так далее, а те деньги, которые граждане Украины платят в фонды, то есть, это уже не бюджетные деньги и уже совершенно другая процедура контроля за этими деньгами. И получается, что те деньги, которые в фондах, распределяют их, естественно, вот три стороны социального диалога государства, профсоюза и работодатели. То есть, получается, кто попал в эти 15, в топ вот этот 15 человек, кто имеет там большинство, тот и определяет, куда расходуются эти деньги, которые платят каждый месяц со своей заработной платы и работодатели, и сотрудники. Абсолютно правильно, Дмитрий. Стороны формируют участников или определяют, кто является членом правления фонда социального страхования, кроме того, еще есть дирекции. Даже если члены правления там взмонтуются в какой-то период или на короткий момент, то в дирекции поставлены люди, которые уж четко знают, сколько денег украсть, кому отнести. И, в первую очередь, к этому причастны министры социальной политики. Независимо от какой власти они. То есть, они все равно имеют процент, я так понимаю, какой-то. Они, их команда, имеют серьезные проценты. Дальше заносят представители контролирующих органов, спецслужб, которые тоже смотрят, кто сколько ворует, там приходят, себя напоминают. Или, там, своих людей в Штаты в дирекции тоже заводят. Не только для контроля, а для того, чтобы их люди, там, давали сигнал, кто сколько потом должен вернуть в виде откатов. Хорошо, но если мы видим такую плачевную ситуацию, а что делает общественность, представители общественности? Почему ничего не происходит? Почему складывается впечатление визуально, что всех все устраивает? Когда мы видим, что есть фонды социального страхования, куда заходят небюджетные деньги. Естественно, надзор за ними значительно меньше, нежели за бюджетными. И там, собственно, происходит непонятно что. Насколько я пытался на сайтах найти там отчеты какие-то детальные о закупках. Ну, это достаточно тяжело и проблематично сделать. Как так получилось? Куда смотрит общественность? Дмитрий, а кто общественность? Вот общественность – это представители трудящихся профсоюза. Но если это карманные профсоюзы, и независимо от того, как часто меняется власть, но речь идет о миллиардах. Поэтому старые карманные профсоюзы, они в команде тех, кто распоряжается этими деньгами и тех, кто их и ворует. Так. Новые профсоюзы, там один-два голоса, они ничего не значат. Ты бунтуй сколько хочешь. У нас стрессовые информации тоже подконтрольные. Обращайся в силовые структуры, никто тебя слышать не будет.